Сегодня будем готовить вот такой вкуснейший зелёный борщ с крапивой. Итак, первым делом я поставила вариться бульончик. У меня с куриным будет бульончик. И пока он варится, я иду за крапивой. Всё, вам покажу, какая красота. Скоро будут цвести тюльпаны, видите? Красивые цветы, везде красота. Так, всем доброе утро. Кто ещё не знает, мы переехали в новый дом. И сегодня будем готовить борщ с крапивой. У нас уже повылазила крапива, поэтому мне захотелось найти такого зелёного борщика. Я буду собирать только вершочки, сейчас покажу. Вот наша крапивушка. Я взяла сразу ситечко. И буду срывать только вот вершочки. Вот так вот. Только вершочки мы срываем и отправляем в нашу тарелочку. Вот так вот такая вот целая тарелочка у меня бросилась. Крапивки. Вот как это загорается у нас тут на солнышке. Так, бульончик я подсаливаю в процессе варки. И он варится у нас ещё пока что. И так, в наш подсоленный бульончик мы добавляем картошечку. И парится дальше. И так, крапиву нашу мы обдаём кипяточком, чтобы она у нас не жалилась. Хорошенечко так. Видите, она так сразу подприсела у нас. Так, теперь я немножечко порежу, чтобы она была соломкой такой, не целыми листьями. Теперь она уже у нас не обжигает руки, не кусается. Вот так вот мы её нарезаем. Всё, и отправляем наш борщик в кастрюльку. И так, я добавляю петрушечку. Видите, у меня замороженная зелень. Потом укропчик. Я всегда летом заготавливаю, потом круглый год. Всю зиму. И лавровый листик. Добавляем и продолжаем варить. Так, поскольку я люблю всё быстро, я буду добавлять заправку. Если вы хотите сами, сделайте, пожалуйста, морковка, лук, буряк. Жарите всё на сковородочке, добавляйте уксус и добавляйте в кастрюлю. Закрываю название, чтобы потом не сказали, что я кого-то рекламирую. Вот такая заправочка. Курочку я всегда достаю вот так, измельчаю и бросаю обратно. И косточка даже собачке достанется. Поэтому мясико вот так я делаю. И отправляем это всё сюда в борщик. Обязательно подсаливаем. Пробуем на вкус, потому что у нас у всех разный вкус. Если вам нужно, можете подсолить, подперчить, как вам нравится. Вот мне надо добавить ещё чуть-чуть сольки. Добавляю ещё чуть-чуть сольки и пробуем снова. Вот, теперь хорошо, идеально. Уже не надо ничего. Так, я добавляю через заправочку. Она сейчас ещё кислинки нам добавит. Вот, видите, какой красивый цвет. Я добавлю ещё чуть-чуть перчика чёрного молотого. И всё, мы теперь 5-10 минут, так пускай она ещё проварится. Нужно, чтобы до готовности дошла картошечка, мясико. Ещё пускай поварится. Так, а пока она всё варится, я отнесу косточку собачке. Она придёт, потом покушает. Так, а пока здесь мы ждём, я взбиваю яйцо в стакан. И хорошенечко его вот так вот вилочкой взбиваем. Если у вас большая кастрюля, можете 2-3 яйца. Смотря сколько у меня просто небольшая кастрюля, у меня одного будет достаточно. Хорошо, 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 мы взбиваем яйцо. И потом наш борщик вот так раскручиваем, такую как вороночку, чтобы он крутился, крутился, крутился. И потихонечку вливаем наше яйцо тонюсенькой, тонюсенькой струечкой, и оно у нас сварится. Вот. И вот так вот потом смотрим, видите? Вот такая вот как сеточка из яичка получилась. Всё, буквально ещё одну-две минуточки, мы выключаем, вот такой у нас борщ получается. И всё, он настоится, и потом в обед я буду насыпать в тарелочке и покажу вам, что получилось. Будем пробовать. Вот такой вот борщик получился, смотрите. Очень вкусный. Манали. Здесь ребят с удовольствием, такой борщик. Очень уникальный. Поэтому я решила всё-таки вливать.